Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы знаем, во вкладке достижений имеется статистика, в которой можно немножко кое-что отследить. Например, сколько у нас было всего получено золота, например, сколько раз мы убивали короля или час в целью того, чтобы дропнуть непобедимого, например, сколько заданий мы отменили, например, каков был наш максимальный запас золота. Да, некоторые пункты статистики там действительно довольно-таки интересные, и глянуть их очень приятно. Что-то нам суммируют аддоны, что-то просуммировано на отдельных сайтах по типу Raider.io, например, количество убитых нами боссов, или там, когда мы, например, получили какую-нибудь кромку или героя своего времени, или другая различная информация, тоже другими всякими аддонами рисуются. Но компания Blizzard не стоит на месте, и в Твиттере они решили реализовать акцию с целью, так сказать, повеселить людей. В общем, мы пишем наш никнейм, мы пишем регион, мы пишем сервер, мы указываем хэштег, тегаем группу варкрафтовскую, и таким образом нам появляется картинка с уникальной статистикой по нашему персонажу. Картинка красивая, текст красивый, насыщенный, в нем хороший объем информации. И я уже сделал это для себя. Ну, давайте перенесемся в Твиттер и посмотрим, как это вообще выглядит. Не стоит удивляться, этот Твиттер у меня с 2012 года, как тут написано, с июня, он специально делался для Майнкрафта. Я не стал делать какой-либо новый аккаунт ради этого. Я вот уже 11 минут назад решил сделать все то, что нужно. То есть, никнейм, сервер, регион. Мы на Европе, если что, играем. Я вам напомню, что это? Собачка варкрафт, хэштег варкрафтстория. И, то есть, примерно через полминуты-минутку генерируется информация и кидается картиночка в ответ. Что ж, картиночка приятная довольно-таки, да? На фоне что там? Таргаст, сетик мой, то есть это скрин из армари, как я правильно понимаю. И указана информация. При АДК цифры-буквы-буквы-цифры. Ну, конечно, нужно это перевести по-хорошему. Я уже открыл переводчик, я уже все это перевел. Прославленный убийца-изгнанника. Имеется в виду тюремщика. Бесстрашно победил Сильвану 37 раз в Sanctum of Domination. Светилище господства. Были походы на Сильвану с вами, что, то есть, довольно-таки интересно. Именно эта информация, да, тут выскочила. Благодаря чему все их 682 героических и мифических убийств боссов кажутся легкими. Это, наверное, всего то, что было за весь Shell. Я думаю, так. Однако, похоже, есть проблемы с обязательствами. Он отказывается от 5 235 квестов до завершения. Это сколько квестов было отменено моим ДКшкой, получается, за всю игру. Интересная статистика. Окей, хорошо. Давайте я попробую еще разок это написать. И какую информацию выдаст вновь. Для этого я копирую тот текст, который я написал. Жму слева кнопку «Твитнуть». Да не хочу я ничем не делиться. Вот, что происходит. Ну, просто Ctrl-V в моем случае. Расположу вот так вот, красивенько. Отвечать могут все пользователи. Твитнуть. Ой, вы это уже говорили. И что делать тогда? Может, надо это удалить? Давай удалим. Твитнуть. Копировать. Твитнуть. О, сработало. Ждем. Обновил страничку. И тут уже один комментарий имеется. Само собой, это Близовский комментарий. Так, тут уже что-то другое. При ЭДК. О, это я знаю. При ЭДК. Истерзанный герой. Мастерски прошедший со своей группой 26-е чумные каскады. А это что? А, но умершая от усталости 23 раза. Фатик — это усталость? Times. Разы? Ну, наверное, что-то с этим связано. Лень переводить. Ну, довольно-таки интересная статистика. И та сторона на том фоне заднем. Покликайте, поизучайте все это. Я уверен, какие-то такие забавные вещи вы тоже можете для себя отследить. К тому же, тот шрифт, те картинки, которые предлагает компания Blizzard, они очень хорошо вписываются. Мне, возможно, даже на превьюшке будут эти картинки кайфовые. Я подумаю об этом. Реально я об этом подумаю. Что ж, экспериментируйте. Пишите свои никнеймы, пишите свои интересные факты о персонаже в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.